Ну а пока переделка продолжается, окунемся в прошлое. Вот в этом доме 1875 года с резными сандриками притаился шоу-рум винтажной мебели. Игриво из окошка выглядывает торшер, ну а внутри стройные ряды стульев, которым будто наведался Остап Бендер, и теперь они нуждаются в помощи реставратора. Вся мебель родилась в 60-х годах. Эпоха вдохновила дизайнера Марию Водоладскую на создание салона, который назвали селезнем. Расцветка первых кресел напоминала окраску этих птиц. Сейчас Мари вместе с реставратором Диной Гусевой готовят новые эксперименты. Ой, Юля, привет! Привет, Мария, привет, Дина. Нам как раз проект «Нужен стул». Есть вот такой вот замечательный зайчик, я его называю, смотри, такой ушастенький. Этот у нас идет под кодовым названием «Подосиновик», такой, знаешь, в тему осени. Да, и красный такой, как листик. Слушай, ну вот у этих у нас как бы есть такое внутреннее название, они называются легонькие. То есть на самом деле вот эти стулья, они весят, наверное, порядка даже меньше килограмма. Представляешь, что внутри – это древесина. Вот смотри, у вас стол со стульями сразу стоит комплектом. Да, вот ГДРовские стулья тоже очень интересные, эргономичные. Садишься на эту мебель, она сделана как будто под тебя, по индивидуальному заказу. Очень удобно. А вот смотри, есть у нас замечательный еще экземпляр. Это дизайнер Антонин Шуман, очень красивый стул, даже сохранилась бирка. Они нередко сохраняются. Можно посмотреть, какого он года? 63-го года эта модель, да. Стул очень замечательный, но вот я когда вошла, мое внимание сразу привлек вот этот вот стул с красным сидением. Подосиновик, да? Да, изогнутый спинк. Я вижу, что этот стул нуждается в реставрации. Я думаю, Дина нам поможет. Сочту за честь. Вскрывать стул доверим нашей героине Анне. Пока муж Илья на гастролях, она будет трудиться над мебелью будущей гостиной. Ну а шоу-рум тем временем превратился в небольшую мастерскую. Ой, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, это Аня. Здравствуйте. Очень приятно. Очень приятно. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Вот малыш ждет вас. Смотри, какая красота, Аня. Будем разделывать его. Мы дадим ему новую жизнь. Малыш, ты готов? Я готов. Это он такой общительный. Вначале окажем помощь сидушке. Ткань уже протерлась. Поролон со временем стал жестким и токсичным. А вот каркасом будут заниматься уже в настоящей мастерской. Убирать старый лак и покрывать новым. А давайте, разомок. Подходя, Ань, поближе, я думаю, что... Я сейчас начну на жеулечку, начну вот это делать. А вы, а вы, потом уже будете вот это дело снимать по периметру все. Ань, с сильной женской рукой берем и вот так вот потихонечку ее начинаем отдирать. Вот, есть. Да, умница. Вот думал ли он, что столько женского внимания ему будет? Представляешь, на старости лет. Ему-то уже 60. Нам бы сюда мужчин. Слушай, с мужчинами, знаешь, у нас будет пара со своим коллективом. Мы с Юлей, как дизайнеры, можем найти применение. Здесь можно хранить яйца. Драгоценности. Каждую серединку по колечку. Курмочка для льда. Теперь удаляем старые мелкие гвозди. Они надежно держали ткань. Работа кропотливая, но в веселой компании дело идет быстро. Дальше мы краим поролон. Прям буквально два слова о поролоне. Поролон бывает для меня, например, трех видов. Это тонкий, толстый и средний. Так, мы какой будем использовать? Мы будем использовать средний. То есть мы берем среднюю плотность поролона и высоту его 3 сантиметра. Вырезаем поролон с отступом в полсантиметра. Он должен по краям немного обволакивать фанеру. У реставратора Дины Гусевой свои секреты. К примеру, можно использовать материал разной жесткости, чтобы добиться идеальной сидушки. Мы вырезали кусочек ватина. И вот так вот мы его выкладываем тоже. Тоже его нужно будет вырезать аккуратненько. Вот почувствуете уже, что вот-вот он стульчик, представляете? Хочется уже присесть. Вся грязная работа закончена, и мы приступаем к чистовой отделке. Прикольно. Ткань в студию. Надеваем на стол строгий мужской костюм. Ткань с характерным для твидовых пиджаков рисунком шеврон. В интерьере гостиной каждая деталь будет отсылать к Европе. Это лишь первая примерка. В качестве булавок степлер с металлическими скобками. До финального выхода в свет пока еще далеко. Сидушку дошьют вручную. Ну вот, Ань, смотри, наш стул уже практически в готовом виде. Ну, я озвучивала краски, вот какой-то праздник. А это вот такой спокойный, хороший, уютный стиль, но спокойный. Я хочу сказать, что это не конечный результат. То есть работа будет с деревом еще проводиться. Поэтому каким он будет, не знает никто. Он может быть и золотым, и красненьким, и, может быть, и черненьким. Да, у нас черные, да, у нас уже есть. Я думаю, что вполне. Ну, сюрприз будет, я чувствую.